Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего разговора ситуация в нашем здравоохранении и конкретно ситуация с коронавирусом. Эти основные вопросы, прежде всего, связаны с обеспечением здоровья людей в условиях нового, к сожалению, эпидемического подъема сезонных инфекций, в том числе коронавирусных. Очевидно, что она снова вошла в интенсивную фазу распространения. Идет вторая волна. Я думаю, это все-таки вторая волна, а не всплеск первой. Часть наших соседей по заболеваемости приблизились к пиковым весенним уровням. Похожая тенденция, как вы не хуже меня знаете, наблюдается и во всем мире. Мы в стороне не остаемся. Пусть у нас не такой резкий подъем заболеваемости в этом плане, но он присутствует. Поэтому сегодня рассмотрим ряд блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится сегодня жить и существовать. Во-первых, хотелось бы услышать доклад о текущем положении дел в самой системе здравоохранения. Насколько быстро вирус распространяется в этот раз в сравнении с тем, что было. Как обстоят дела с больничными мощностями? Хватает ли их оборудование, медицинские пропораты, средства защиты? И ключевой вопрос кадр. Мне докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего года, уже выплачено более 300 миллионов рублей в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными COVID-19. Еще раз повторяю, людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, всякое может быть, люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать. Но и перегибов не должно быть, типа того, заглянул в палату одним глазом, получил надбавку. Этого быть не должно. Вот несправедливость, если мы допускаем это, очень обижает людей. Поэтому посмотрите на эти вопросы внимательно.